Депутаты ЗАГС Собрания приняли в первом чтении закон о тишине. В сентябре народные избранники Швыткин, Трикман и Добровольская предложили вести административную ответственность за нарушение тишины не только ночью, но и днём. А также запрет на проведение ремонта вечером в будни и выходные дни. Инициатива стала самой обсуждаемой. Этой осенью сначала городские депутаты спели «Рэ» против тотальной тишины. А теперь вот и сами разработчики разоткровенничались. Марина Ивановна, я вот что-то про крики любви не понял. Так они всё-таки запрещены или как? Сейчас кричите сколько угодно, получайте удовольствие. Так это значит, а тут не написано, кстати. Это подпадает под категорию предотвращения психийных бедствий, как я понимаю. Таких откровений в стенах законодательного собрания ещё не было. После криков любви депутаты принялись критиковать остальные поправки закона. Не все согласились с новой редакцией, которая запрещает шуметь и ремонтировать ремонтировать квартиру в воскресенье и в будни с 9 часов вечера до 9 часов утра. И посыпались странные замечания, не то в шутку, не то всерьёз. А если касается, допустим, музыкантов и остальных там дебоширов, вот с ними там может быть поступать, конфисковывать вот этот вот объект шума до административной комиссии. В итоге законопроект приняли в первом чтении, с условием, что ко второму обсуждению он будет доработан. Один из критиков закона, депутат горсовета Андрей Селезнёв заявил, пока в проекте не прописано. Как будут фиксироваться правонарушения, никаких штрафов не подействует и бороться с шумными соседями придётся по старинке. Когда я жил в общежитии, девушки на пятом этаже очень часто включали попсовую музыку, включали, открывали окна и мешали спать. Вот после ночных смен студенты мы всегда подрабатывали. Поэтому мы тоже открывали окна, включали тяжёлый урок, и через пять минут эта проблема была решена. Поэтому я считаю, что нужно пользоваться древним методом, клин-клином вышибают. Кстати, вариант, когда красноярцы смогут полюбовно договориться с соседями, разработчики закона о тишине предложили как основной. Вероятно, потому что найти общий язык с шумными соседями будет гораздо проще, чем доказать их правонарушение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова